20 часов в Самаре в студии Сергей Сергеев. Здравствуйте. О главных событиях в регионе в начале этого информационного часа. И вот о чём расскажем. Его собрали из модулей. В селе Светлый Ключ возвели фельдшерско-акушерский пункт. Он будет обслуживать почти 300 жителей села. Какое медицинское оборудование появится в кабинетах и когда новый ФАП примет первых пациентов, расскажем. Падение с восьмого этажа как повод для взлёта. Личностного и творческого. История модели в инвалидной коляске, которая добилась успеха вопреки физическому недугу в нашем выпуске. От сушки и очистки до перевоплощения в сеянцы. Процесс заготовки леса семенного материала на шишко-сушильной установке продемонстрировали нашей съёмочной группе. Сколько этапов оно проходит и спустя какое время из него вырастет полноценное дерево, мы узнали. Построят новый фельдшерско-акушерский пункт, поменяют окна в сельском детсаду, улучшат отопление многоквартирных домов. Это лишь некоторые решения, принятые на приёме граждан, которые провёл секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Подробности у Леонида Кошмана. У жительницы села Курумыч Наталья Лапшенкова и четверо детей, двое из которых ходят в местный детсад «Белочка». Профессионализм воспитателей, образовательная программа на высшем уровне, говорит родительница. А вот двухэтажному зданию, которое посещают 100 малышей уже полвека, и столько же в нём не меняли окна. Детям холодно, дети поэтому болеют часто, потому что очень сильно дуют. Ни разу не делали капитальные ремонты, чтобы там всё меняли. Поэтому у нас село большое, детей очень много, и мы хотим, чтобы нам помогли, чтобы в нашем саду, в наших садах были окна. Мы пока своими силами терпели, клеили, утепляли, ложили одеяло, каждый год заклеивали тряпками. Многодетная мать с просьбой заменить конструкцию обратилась к секретарю регионального отделения «Единая Россия» губернатору Самарской области Дмитрию Азарову. Глава региона поручил выполнить работу до конца декабря. Кроме того, отметил, что Волжский район, а также Красноярский, и Ставропольский, самые быстро растущие в регионе. Это значит, именно им будет отдаваться приоритет при возведении инфраструктуры. А Курумыч – центр Самарско-Толятинской агломерации, крупнейший не столичный в стране. В ближайшее время будут определяться новые транспортные схемы, которые облегчат сообщение внутри неё. Будем маршруты разворабатывать, сквозные, межмуниципальные. То есть, ну, постараемся создать дополнительные удобства для жителей агломерации, чтобы там ощущение было. Ну, а здесь, значит, денег даём району, если он справляется. Садик дальше у нас живёт. Ещё один проблемный вопрос, оказавшийся на повестке – теплоснабжение быстрорастущей территории села Кинель-Черкассы. Застройка здесь идёт высокими темпами, мощности действующей котельной не хватает. Котельная ещё при Советском Союзе, когда ещё был вертолётный полк там у нас стоял, уже старая котельная, уже вот ходили, мы смотрели, стены уже развалятся. И оборудование, естественно, соответствующее тому времени. Глава 63-го региона потребовала ускорить разработку проектно-сметной документации у властей Кинель-Черкасского района. 3 декабря у нас на выходе уже… 3 декабря. Ну и строите в следующем году. Справитесь здесь идут. Да? Ну всё, справляйтесь. Вам все рекомендации по этим средствам были даны. Вы сделали по-своему. Деньги в районе есть. Котельная на следующий год должна быть построена. Ещё один вопрос, с которым обратились к Дмитрию Азарову жители возведения фельдшерско-акушерского пункта в поселке Алексеевский. 350 человек получают помощь в здании местной школы. По поручению главы региона уже в 2022 году в этом населённом пункте откроется новый ФАБ, где будут оказывать полный спектр первичной медпомощи. Леонид Кошман, Александр Каракулько, Новости губернии. А вот в селе Светлый Ключ, что в Красноярском районе области, новый модульный фельдшерско-акушерский пункт скоро откроется. Здание уже построено, ремонтные работы завершены. Его возвели с нуля благодаря национальному проекту здравоохранения. В медпункте будут получать помощь почти 300 местных жителей. Какие работы осталось сделать, чтобы ФАБ начал приём пациентов, расскажет Татьяна Пудова. Просторные светлые помещения и комфортные условия. Местный фельдшер Акумыс Акмурзиева работать в таком ФАБе только мечтала. В данный момент я, конечно, очень довольна, что могу переехать из старого состояния в новое. Такое оно просторное, чистое, светлое. Мне очень нравится. Я буду работать в хороших условиях с пациентами. Фельдшером в селе Светлый Ключ Акумыс работает уже больше 30 лет. С детства мечтала помогать людям. Отучилась в Кенель-Черкасском медицинском училище и сразу начала практику. Её ценят и уважают за отзывчивость и упорный труд. Пока ведёт приём в приспособленном помещении. Новость о строительстве нового ФАБа сельчане встретили с радостью. Мы очень рады, мы довольны и ждали очень долго этого помещения. Даже не знаю, как сказать от радости. Потому что очень тяжело было людям ходить туда. Вы же видели это помещение. Холодно, воды нет. А теперь для всех будет радость. Хорошо, когда чистое, уютное помещение, заходившее настроение поднимается и увлечивающе сразу. Здесь будет всё для того, чтобы оказать первичную медицинскую помощь процедурной прививочной смотровой кабинеты. В новом здании ФАБа принимать пациентов начнут уже до конца этого года. В здании есть свет, вентиляция, вода и отопление. Да, тёплые. Осталось оснастить кабинет о специализированном оборудовании. Получаем лицензию и уже будет полностью работа. Здесь будут и холодильники, и укладки, которые при чрезвычайных ситуациях. ФАБ построен в рамках модернизации здравоохранения и оказания первичной медико-санитарной помощи благодаря нашему губернатору, министерству здравоохранения Самарской области. Улучшение условий оказания медицинской помощи, развития системы здравоохранения – часть стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей. По итогам этого года в регионе появится 16 новых фельдшерско-акушерских пунктов, 6 офисов врачей общей практики, 4 – врачебные амбулатории. Татьяна Пудова, Александр Дудко, Новости губерния. Отучился в 19-м году, вернулась по программе «Земский доктор». Старый фельдшерско-акушерский пункт, это было холодно, воды горячей нету, отопление плохое. Два года назад мы получили абсолютно новый, полностью оснащенный ФАБ – современное медицинское оборудование, возможность оказать первую неотложную помощь. Я, как врач, очень благодарна губернатору и региональным властям, что медицина для села стала ближе и доступнее. Рассказать об эффективности вакцинации, помочь убедить граждан старшего поколения прививаться – об этом глава региона Дмитрий Азаров попросил ветеранские организации на заседании Совета почетных граждан и ветеранов Самарской области. Встреча прошла в формате видеоконференц-связи. Продолжит тему Татьяна Пудова. На связи и в зале «Золотой запас Самарской области» те, кто прославил край почетных граждан и ветераны. Глава региона Дмитрий Азаров начал встречу с приятной миссией. Он вручил председателю общественной палаты Самарской области Виктору Соферу орден Александра Невского. Встреча прошла в формате видеоконференц-связи. Вспомнили особые заслуги Куйбышева, запасной столицы, где ковалось оружие победы. В июле прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Самаре почетного звания города трудовой доблести. Губернатор Дмитрий Азаров объявил о старте общественного обсуждения по выбору места установки памятной стелы в честь этого события. 10 числа мы планируем в Самаре открыть стелу города трудовой доблести. И как мы с вами и договаривались, учитывая мнение жителей городского округа Самары, мы открываем ее на Безыменке, на аллее трудовой славы. Именно там, где и ковалась победа над вагом, здесь, в тылу. Среди актуальных тем обсуждение кандидатуры на присвоение звания почетный гражданин Самарской области. Предложили имя доктора исторических наук профессора Петра Кобытова. Он вроде бы человек внешне незаметный, но по тем работам, по тем трудам, которые он провел, в том числе во славу нашего края Самарского, очень много исторических исследований проведено. Я думаю, что Петр Серафимович заслужил этого самого высокого звания почетный гражданин Самарской области. На особом контроле вакцинацию старшего поколения обсудили и эту тему. Все почетные граждане, их 21 человек на сегодня, прошли в первых рядах прививку, сделали. И являлись примером для того, чтобы медики и все другие могли показывать. Смотрите, это же пожилые люди, возрастом там 70 до 90 лет, и они показывают вам пример, а вы думаете, провиваться или не провиваться. Участники конференции поделились и своими историями, связанными с COVID-19, а также поблагодарили врачей. Мою семью тоже не обошла Бог. Я задерживалась с этой вакцинацией, а после этого пошла и сделала вакцин. Вот, один из первых приемов. Поэтому не ждите, когда такое случится в вашей семье. Сегодня, Миреевич, я бы хотела сказать слова благодарности Армину Сесаковичу, а в его лице всем медикам нашего региона. Каждый просто вокруг себя должен донести до родственников, до соседей, до знакомых важность вакцинации, чтобы, я всегда говорю, меньше слушать тех, кто чего-то там пишет в соцсетях. Это такая прививка внимания к каждому человеку. Не остались мы без внимания. Благодарны я сейчас участковому врачу Ирине Александровне и медсестре Ольге Николаевне. Они мне не оставили без внимания. Врачи уже почти два года на передовой борьбы с коронавирусом. Министр здравоохранения Самарской области отметил, что нерабочие дни, которые были утверждены президентом России и поддержаны губернатором Самарской области, помогли существенно снизить количество вновь заболевших. В области сделан акцент на максимальный охват тестирования. Мы тестируем всех пациентов, у кого есть клиника простого насморка. Мы тестируем всех контактных, мы тестируем всех медицинских работников. И за счет этого повышаем выявляемость. То есть общее количество пациентов снизилось. И это самое главное. Разгрузились немножко поликлиники и больницы. И дополнительно сейчас создаем службу доставки пациентов. 30 машин будет закуплено на средства регионального бюджета. Большая работа проводится и в социальной сфере. Сейчас на территории региона осуществляется 124 меры социальной поддержки. Из них 36 предоставляются пожилым гражданам. Благодаря принципиальной позиции губернатора Дмитрия Игоревича Азарова с 5 мая 2020 года были возобновлены ежемесячные денежные выплаты ветеранам, которые были прерваны в 2017 году. Выплата возобновлена и сегодня 91 человек, ветеран, получает эту выплату. В завершение встречи глава региона поблагодарил всех участников и выразил надежду на личную встречу. Татьяна Пудова, Константин Макаревич, Новости губерния. А теперь о ситуации с COVID-19 в Самарской области. За сутки подтверждены 904 случая заражения коронавирусом. Это столько же, сколько и вчера. Выписаны в связи с выздоровлением 675 человек. Это данные на 1 декабря. Больше всего заразившихся в Самаре, в областном центре, вирус подхватили 357 жителей. 183 подтвержденных случая в Тольятти, 37 в Кенель-Черкасском районе и Сызрани, и 34 заболевших в Волжском районе. В общей федеральной статистике по числу вновь заразившихся наш регион по-прежнему на четвертом месте в России сразу после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Привиться от коронавируса и гриппа можно в один день. Особенно важно сейчас защитить свой иммунитет людям старше 60-ти. Почему именно они находятся в группе риска и какие осложнения могут возникнуть у непривитых, ответы в сюжете Елизаветы Должиковой. Людмиле Боряевой 66 лет. Заботе о своем здоровье врач по профессии уделяет особое внимание. Год назад Людмила переболела ковидом в тяжелой форме и на собственном опыте пережила все осложнения этого непредсказуемого вируса. Три месяца назад женщина сделала прививку от ковида, а сегодня вакцинировалась от гриппа. Эту процедуру, как и вся ее семья, Людмила проходит каждый год. Сейчас сезон, сейчас куча простудных заболеваний, я работаю, я имею контакты с людьми, поэтому с этой целью и прививаюсь. Прививка от гриппа необходима. Я считаю, что я знаю не понаслышке, знаю осложнения. А вот тем более с возрастом прибавляются болячки хронические, там и бронхиты и прочее, они тоже имеют как бы влияние. Перед прививкой от гриппа проводится медицинский осмотр. Врач определяет возможные противопоказания. После медик дает пациенту устные рекомендации. Вся процедура занимает не более 15 минут. Вакцины не содержат живого вируса и не могут привести к заболеванию. Кстати, прививку от гриппа и от коронавируса можно делать и в один день, говорят медики. Люди старше 60-летнего возраста входят в группу риска заболеваний. Поэтому в первую очередь, конечно, мы привлекаем к прививочной компании людей именно этого возраста. Заболевание переносится более тяжело у непривитых лиц. Во-вторых, с учетом возраста и сопутствующих заболеваний, наиболее вероятен высший риск развития осложнений. Проведенная в прошлом году прививочная кампания против гриппа дала отличный результат. По данным областного Роспотребнадзора в губернии по результатам мониторинга, грипп зафиксирован не был. В этом году медики надеются на такой же результат и приглашают жителей на прививки. Только на базе Самарской городской поликлиники номер 4 с января 2021 года от коронавируса вакцинированы более 40 тысяч человек и около 14 тысяч от гриппа. Елизавета Должикова, Дмитрий Столяров, Новости губернии. Если еще остались антитела, нужно ли прививаться от коронавируса? И безопасно ли это? Как работает механизм вакцины и что в этот момент происходит в организме? На самые популярные вопросы о ковиде, гриппе и прививках ответил главный врач Самарского областного центра медпрофилактики, кандидат медицинских наук Александр Муравец. Рубрика «Комментарии» прямо сейчас. Вопрос часто задают, в том числе и нам, журналистам, и даже в нашей среде коллег. У меня антитела. Что мне потерпеть или делать? А вдруг это опасно, когда антитела на антитела как-то там наложатся? Короткий ответ – делать. Я провел более 60 встреч с людьми, и мне много показывали анализы на антитела. Я, знаете, из тех встреч я видел одного человека, который правильно отрактовал свой анализ. Одного. Я вот нисколько не преувеличиваю. Причины разные. И не на тот антиген смотрится, и неправильно понимается референсный интервал. В общем, путаница страшная. Потом еще, потому что антитела на антитела, ничего, никакого вреда, кроме пользок, я говорю, не будет. И у нас есть пример, пусть он не наш, а это пример с Израилем, который проводил, когда вакцинацию врачей, совершенно сознательно. Они были привиты все, да очень быстро, интенсивно, вне зависимости от статуса своих антител и даже от даты болезни. Вот. А потом, это были несколько десятков тысяч, кстати говоря, человек в исследование вошло. А потом посмотрели, что получилось и что получилось. По побочным эффектам вообще никакой разницы не было. А по уровню антитела была разница, ну какая-то совершенно очевидная. У кого антитела были до вакцинации, их стало еще больше после вакцинации. У кого не было, да. Это так называемый буст эффект, у нас даже есть термин. Средний уровень среди тех, кто не болел, меньше. Потом вот я еще знаю человека, себя. У меня прошло месяцы после болезни, а уровень антитела был еще приличный. Я прививался. Если кратко, главное действие прививки от гриппа и от коронавируса. Одинаковое. Познакомить механизм с инфекцией и выиграть драгоценное время, которое, возможно, спасет жизнь. То есть, по большому счету, от болезней всегда спасает нас не антибиотик, не препарат, наш собственный организм. Но в чем драма и трагедия новой коронавирусной инфекции, здесь надо говорить о ней. Наши организмы с ней совершенно не знакомы. И пока они разбираются, кто-то может не дожить до этого момента. Познакомившись с коронавирусной инфекцией организм, здесь могут быть два варианта. Он имеет много антител и вообще не произойдет заболевания. Это идеальный вариант. Не всегда так получается. Человек может и заболеть. Но за счет того, что портрет-то уже есть, выработка пойдет очень быстро. И эта болезнь не пойдет ни в пневмонию, ни в респираторный дистресс-синдром, ни тем более до стадии стакинного шторма. И человек на уровне, скажем так, обычно среднего ОРВИ, он уже спасается. Задача любой прививки подготовить организм к встрече инфекции, чтобы он уже был готов и выиграть время, которое может кому-то спасти жизнь. Я сделала прививку и вообще не боялась. И перенесла прививку легко. И среди моего окружения нет никого, кто бы ее не перенес тяжело. Среди моих знакомых все перенесли очень хорошо, в том числе пожилые родители. По-моему, это просто честно сделать эту прививку. У меня вот такой мотив. Если другие делают, старики, пенсионеры, то что, я буду в стране? Все-таки большинство медиков сходится в том, что если мы это не сделаем, то у нас вообще шанс. Ну нет, мы будем и будем болеть. Если у нас есть такой шанс, значит, его надо просто использовать. Помочь незрячим людям поверить в себя, адаптироваться к жизни, получить психологическую поддержку, а также научиться пользоваться сенсорными смартфонами и другими техническими средствами реабилитации. На это направлена работа реабилитационного центра для инвалидов «Самарский». О том, почему его сотрудники понимают своих подопечных как никто другой, а также о том, кто такой четвероногий Старк, в нашем материале. Лабрадоры – одна из тех пород, которые наиболее подходят на роль собак-проводников. Они добрые, умные, лишены агрессии, а еще обладают невероятной памятью. Запоминают все маршруты, по которым перемещаются их хозяева. Когда незрячий его получает, он изучает с ней маршруты, и по изучению маршрутов собака уже начинает водить по этим маршрутам сама. А потом он в чем помогает? Он останавливается перед ступеньками, чтобы незрячий не падал. Также обводит различные препятствия, которые сам может обойти. Подводит ко входу и к выходу там в магазинах, также и в маршрутках, и в каких-то учреждениях. Для Анжелы Бамбуровой лабрадор Старк и друг, и помощник. Сама же Анжела помогает тем, кто так же, как и она, лишен возможности видеть. Работает психологом в реабилитационном центре для инвалидов «Самарский». А вот Рустам Ахмедшин помогает слабовидящим и незрячим людям научиться пользоваться высокотехнологичными средствами реабилитации. Большой перечень различных технических средств реабилитации, в том числе и смартфон, диффи-флэш-плееры, различные говорящие органайзеры, тактильные таймеры, тактильные трости и тому подобное. На самом деле все эти технические средства реабилитации оказывают серьезную поддержку инвалидам по зрению в их повседневной жизни, и многие из них являются уже в современном мире незаменимыми. Есть в реабилитационном центре и специальное компьютерное рабочее место для инвалида по зрению. Комната социально-бытовой адаптации с говорящей мультиваркой, весами и другим необходимым оборудованием с речевым выводом информации. По госпрограмме «Доступная среда» оборудования центра постоянно обновляется. Так как наши сотрудники являются инвалидами по зрению, конечно, это служит в первую очередь дополнительной мотивацией для тех, кто недавно потерял зрение, что в этой жизни можно получить новую профессию и самостоятельно научиться жить с минимальной помощью окружающих. Общение происходит более тесное, более доверительное, скажем так. Ежегодно около 300 инвалидов по зрению получают услуги в реабилитационном центре. Все они оказываются бесплатно. Сергей Сергеев, Сергей Костин, Новости губернии. В преддверии Международного дня инвалидов мы продолжаем рассказывать о людях, которые, преодолевая свой недуг, достигают больших успехов в разных сферах жизни. Сегодня героиня нашего сюжета – Надежда Панина. Ее судьба коренным образом изменилась из-за трагической случайности. Как падение стало поводом для взлета в нашем материале. Мыло окно и упало с восьмого этажа. Очнулась не просто в гипсе, с напрочь переломанными обеими ногами. Выжила чудом. Жительница Самары Надежде Паниной довелось перенести много операций. Однако от ампутации это не спасло. Но и не сломила. Она освоила кресло-коляску, вышла замуж. Занялась поиском нового дела по душе. В настоящее время трудится оператором в кулцентре социального такси. Справиться с трагедией и, вопреки всему, состояться в жизни, Надежде помогла поддержка близких. Мне помогла любовь, когда я поняла, что я нужна как мама, как жена. Когда я поняла, что меня любят, так же и сестренка. Когда я это поняла, что я им нужна, я вышла, стала выходить, скажем так, из страшной депрессии. Самое главное, чтобы человек сам этого захотел, не опускал руки, поставил перед собой цель и к ней двигался. А все возможно. Еще одна важная часть жизни Надежды – творчество и добро. Она ведет собственный блог, танцует на коляске, взяла домой уже двух брошенных кем-то собак, пишет стихи. На подходе и автобиография. Уже готова первая глава. После участия из сразу нескольких взятых корон на международном конкурсе «Невская краса» Надежда решила организовать подобное в родном городе. Решила и реализовала. В течение нескольких месяцев этого года в региональной столице проходил конкурс красоты для девушек и женщин с ограниченными возможностями здоровья «Сияние Самары». Вы каждая сияние «Сияние Самары». Я сегодня смотрела любого с вами. Надеюсь, что зрители со мной согласятся. Вы каждая сегодня глистали. В такси Надежда работает около двух лет. Коллеги – тоже люди с ограниченными возможностями здоровья. Такие доступные рабочие места, как это, в Самарской области есть. В 2021 году трудоустроились более 50% обратившихся в службу занятости соискателей с инвалидностью. По численности работающих людей с ограниченными возможностями здоровья регион на 11 месте в России. Во-первых, бизнес достаточно активно идет на контакт с общественными организациями, особенно в вопросах занятости. Государственные структуры этим вопросом очень озадачены. И в конце концов у нас есть уже нормативная база, которая обязует государственные структуры заниматься не просто трудоустройством инвалидов, а организовывать сопровождаемое трудоустройство. При непосредственном участии общественных организаций инвалидов в регионе разработана и действует госпрограмма «Доступная среда в Самарской области». Качество жизни людей с ограниченными возможностями повышает и действующая система комплексной реабилитации, в которую включены 18 государственных учреждений. В этом году их услугами воспользовались около 9 тысяч граждан. Светлана Стрябкова, Сергей Костин, Новости губернии. И в продолжении темы. За какое время до окончания срока инвалидности надо подавать документы на продление? В каких случаях это происходит сейчас автоматически? Можно ли внести изменения в ИПРО, индивидуальную программу реабилитации и абилитации? Какие документы должен получить на руки человек, признанный инвалидом или утратившим трудоспособность, например, из-за увечья на работе? И где выдают дубликат справки, если оригинал потерян? Мы задали самые популярные вопросы жителей области о процедуре медосвидетельствования, которое до 1 марта 2022 года, напомню, проходит в заочном порядке исполняющему обязанности руководителя, главного эксперта по медико-социальной экспертизе Константину Борисову. Ответы в рубрике «Комментарий». За какой период времени до окончания срока инвалидности нужно подавать документы на переосвидетельствование? В соответствии с положением признания лица инвалидов не позднее двух месяцев до окончания срока установления инвалидности. А если не нужно полноценное переосвидетельствование, то сейчас автоматически по-прежнему? Безусловно, да. Как я уже сказал ранее, управление Пенсионного фонда Российской Федерации информирует нас об этом. И по списочным мы осуществляем продление вот таких моментов. Еще такой вопрос. Как получить дубликат справки, подтверждающий факт установления инвалидности? Обычным письменным электронным обращением на наш адрес заявление прошу в связи обстоятельств, утери или еще что-то, выдать дубликат справки о группе инвалидности, о степени утраты профессиональной трудности. Мы в завышенном режиме это делаем и отправляем также документы, результаты на адрес почты, указанной, безусловно, по прописке, гражданину, указанной в паспорте. То есть на адрес бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области? На наш официальный сайт. Неважно как. Информацию можно найти и в интернете, и в телефоне. Безусловно, да. Ульца Молодогвардейская, 33 Самара, пожалуйста. 443-099. Хорошо. Каков порядок обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации сейчас? В настоящий момент регламентируется он постановлением правительства номер 106-Н, где указаны технические средства реабилитации, предусмотренные федеральным перечнем обязательно. В Самарской губернии существует постановление правительства номер 700, где, кроме того, дополнительно к федеральному перечню существует еще перечень региональных технических средств реабилитации. Поэтому также гражданин обращается в медицинскую организацию. В том случае, если он является бессрочник в плане коррекции или изменения индивидуальной программы реабилитации, если ему требуются дополнительные средства, а если гражданин впервые идет на освидетельствование, то одновременно с признанием гражданина инвалидом ему разрабатывается индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида, где указываются необходимые технические средства реабилитации. Можно ли внести изменения в эту программу ИПРА, индивидуальная программа реабилитации? В том случае, если у гражданина, при очередном освидетельствии, при первичном освидетельствии, разработана индивидуальная программа реабилитации, и со временем, может быть, это два месяца, может быть, более в течение года, меняются его антропометрические данные, в силу каких-то внешних, внутренних причин, то обычным обращением либо самого инвалида, либо его законного представителя мы вносим изменения в индивидуальную программу реабилитации, где меняем ему размеры таких технических средств реабилитации. И обязательно, как я уже сказал, документы, результаты отправляются, безусловно, самому инвалиду. Достаточно в медицинской организации уточнить степень изменения антропометрических данных. Ну и такой, последний тоже вопрос. Какие документы все-таки должен получить на руки человек после того, как его признают инвалидом? В настоящий момент человеку, признанному инвалидом, отправляется справочка о признании гражданина инвалидом, выписка обязательно в пенсионный фонд, если это пострадавший вследствие трудового увещения и профессионального заболевания, это справка об этом, безусловно, которая направляется в пенсионирующую организацию, фонд социального страхования. Индивидуальная программа реабилитации только в электронном виде, либо по обращению гражданина, безусловно, мы ему отправляем. В свой день рождения подарки другим. «Единая Россия» в честь своего 20-летия поблагодарила волонтеров акции «Мы вместе» за их вклад в борьбу с коронавирусом и вручила полезные аксессуары для дальнейших подвигов. С такой инициативой выступил глава региона и секретарь регоотделения партии Дмитрий Азаров. Подробнее расскажет Андрей Фадеев. В непростое для всех время ценна любая помощь. И тех, кто готов оказать ее безвозмездно, становится все больше. Илья пришел в штаб акции «Мы вместе» в прошлом году. Говорит, что хочет внести свой посильный вклад в борьбу с пандемией. Сейчас трудится в региональном колл-центре. Вместе с другими волонтерами отвечает на звонки жителей, которым нужна какая-либо поддержка, в том числе моральная. Но самим добровольцам, разумеется, тоже приятно получать поддержку и добрые слова. В честь своего юбилея партия «Единая Россия» поблагодарила волонтеров за их нелегкий труд и вручила им подарки. От блокнотов и ручек до автомобильных аксессуаров, которые особенно будут полезны тем, кто работает за рулем. А также транспортные карты, чтобы у каждого была возможность посетить как можно больше нуждающихся. Мы очень благодарим партии «Единая Россия», говорим им большое спасибо за то, что они поддерживают и помогают добровольчеству. И, конечно же, хотим их поздравить с такой хорошей юбилейной датой, 20-летия. Подарки волонтерам передали по инициативе секретаря Самарского реготделения партии губернатора Дмитрия Азарова. Глава региона также лично поблагодарил их за вклад в общую борьбу с коронавирусом во время визитов в штаб добровольцев в День народного единства. Андрей Фадеев, Дмитрий Столяров, Новости губернии. И смотрите далее в нашем эфире. Поймали свою птицу счастья. Самарские фермеры строят новые хозяйственные объекты и наращивают производство диетического мяса. Встать на крыло полезным бизнес-проектом помогли программы господдержки. Гранты на нерабочие дни, федеральная кредитная программа, антикризисная поддержка гарантийного фонда и налоговый льгот. Все это в помощь бизнесу Самарской области. Как получить и на что можно направить деньги, мы собрали всю информацию в нашем ролике. Пять тем, не менее 250 слов и почти 4 часа на работу. Самарские выпускники написали итоговые сочинения. Какая литература вдохновляет современных школьников и когда ждать результаты, расскажем. ДТП с погибшим на трассе, поимка грабителей по горячим следам и одна необычная авария в Тольятти. В обзоре происшествия от моего коллеги Николая Гришечкина. На 18-м километре автодороги от Радной Богатая Борская произошла трагедия. 42-летний водитель АКИ не справился с управлением и выехал навстречу, где в тот момент двигался форт. Произошел удар, который превратил малолитражку в груду металла. К сожалению, водитель АКИ погиб на месте. Шофер американского фургона не пострадал. В автограде поймали грабителя. В полицию обратился мужчина, который стал жертвой вора. Как пояснил потерпевший, когда он выходил из подъезда, неизвестный вырвал у него из рук сумку с телефоном и убежал. Полицейские оперативно собрали все данные и организовали засаду. В итоге злоумышленника задержали на улице Юбилейной. Вину он полностью признал. Оказалось, 27-летний житель Октябрьска ранее уже был судим за подобные преступления. Молодой человек признался, что сумку он выбросил, телефон сдал в ломбард, а деньги уже успел потратить. Возбуждено уголовное дело. В Тольятти произошло ДТП двух очень дорогих электрокаров. На перекрестке улиц Степана Разина и Дзержинского дорогу не поделили Тесла и троллейбус. Удар был несерьезным, однако небольшой затор участники ДТП все же собрали. Но куда интереснее были комментарии пользователей соцсетей, которые оценили неожиданную встречу двух экологичных машин, один из которых – гость в нашем регионе нечастный. У меня на этом все. Берегите себя. К другим темам. Сколько мусора образуется в губернии за год и какую его долю можно переработать? Эти и другие вопросы обсудили в пресс-центре Самарского областного вещательного агентства. За круглым столом собрались представители организации, занимающихся вывозом, утилизацией отходов, приемом в торсырья, а также сотрудники регионального минвесхоза. Какие технологии инновации применяют для того, чтобы защитить экологию, расскажем. 1 миллион 200 тысяч тонн. Именно столько мусора образуется в Самарской области за один только год. Но часть отходов может быть переработана. Большую роль здесь играет раздельный сбор. Рециклинг – это повторное вовлечение отходов в производство готовой продукции. Это достаточно сложный процесс. Если мы один смешанный отход привезем, то из него будет всего лишь 0,01% отхода, который можно направить на переработку. А если мы изначально с вами привезем качественно отсортированные отходы, здесь меньше риск смешения и так далее. И это хорошее качественное сырье для переработчика. Помогает отобрать хорошее и качественное сырье для переработчика «Экомобиль». Это проект рягооператора по обращению с ТКО. В нем приняли участие уже более 11 тысяч жителей региона. На переработку собрали свыше 6 тонн ценных фракций. По мнению Андрея Лазуткина, гендиректора компании «Эколайн», Раздельный сбор мусора не только позволяет снизить урон природе, он выгоден и экономически. В сфере переработки ТКО предприятие работает 16 лет. Есть и полигоны, и сортировочные станции, и перерабатывающие мощности. Кубический метр экономический на полигоне стоит денег. И чтобы туда не закапывать то, что можно продать или переработать, мы стараемся максимально отобрать полезные фракции и отправить их на переработку. Мы собираемся построить новый мусоро-сортировочный комплекс автоматический, который вот это все, все эти пластики, он автоматически объезжает, даже без участия человека. Рециклинг становится одним из приоритетных направлений государственной политики. Все благодаря нацпроекту «Экология», который был инициирован президентом Владимиром Путиным. В Самарской области создадут еще 6 мусоро-сортировочных комплексов, сейчас их уже 8. Главное – перестроить мышление людей. Именно от нас будет зависеть, какую систему обращения отходов, какую систему организации производства и потребления мы построим, чтобы наши дети не тратили свою жизнь на исправление наших ошибок. Здоровая природа – значит здоровые люди. В этом, в том числе, заключается стратегия лидерства региона. Она инициирована губернатором Дмитрием Азаровым при участии жителей. Дарья Зотова, Дмитрий Алатарцев, Новости губернии. Они становятся взрослыми деревьями только к 80 или 120 годам. Речь идет о соснах обыкновенных. 45 гектаров леса в год высаживают только в Новобоянском лесничестве. Заготовка лесосеменного материала происходит с использованием шишкосушильной установки. Наша съемочная группа побывала в Красноярском районе, где подробно изучила процесс сушки и очищения семян. Продолжит Владимир Маркин. Заготовка семенного материала «Сосны обыкновенные» продолжается здесь, в шишкосушильной установке в Новом Буяне. Как попадешь внутрь, кажется, что здесь всегда Новый год. Именно аромат хвои навевает такую ассоциацию – насыщенный, всюдопроникающий запах. Все шишечки хранятся в амбаре объемом 50 тонн. Затем их по линейному транспортеру подают на верхний стеллаж. Всего их три. Начинается процесс сушки. Он занимает 24 часа. После с нижнего стеллажа уже раскрывшиеся шишки высыпаются в накопитель, затем в отбивочный барабан, а из него вентилятором в уличный бункер. Немаловажно обескрылить семена, говорят специалисты. То есть освободить их от крылышек-парашютиков. Просеять от мусора, чтобы потом прогонять через мост, чтобы добыть семечки. Чистый материал поступает на склад в стеклянных бутылях, под 10 килограммов в каждой. Им предстоит отправиться на лесосеменную станцию в Самару для определения класса семян – первый, второй или третий. Лесовосстановление – одно из приоритетных направлений регионального проекта «Сохранение лесов» – нацпроекта «Экология». В Самарской области он реализуется под контролем губернатора Дмитрия Азарова. Высевает семена сосновые весной на питомниках. Я про наше управление скажу. У нас 47-45-47 гектаров. Каждый год мы восстанавливаем леса. Высаживаем этот сеянц, который получаем на питомниках. Двухлетние сеянцы. Чтобы вырастить сосну, понадобится от 80 до 120 лет. То есть более полувека, а то и века. Эти деревья будут тянуться к небу. По плану в 2021 году госучреждения региона должны были заготовить около 3 тонн семян лесных растений. Сейчас только желудей, дуба, черешчатого собрано 13 тонн. Также заготовлены семена березы, клёна, сосны обыкновенной, караганы и смородины. По заявлению специалистов Минлесхоза годовой план перевыполнен. Владимир Маркин, Владимир Терентьев. Новости губернии. Наши предприятия традиционно уделяют большое внимание экологии. В августе прошлого года была запущена первая очередь этих очистных сооружений. Этот проект получил славу за поддержку от правительства Самарской области и лично от губернатора. Объем стока, который будет перерабатывать очистные сооружения, составляет 10,5 миллионов кубометров в год. Как промышленных предприятий, так и части центрального района городского округа Тольятти. Хотелось бы, чтобы наша Волга была чище, лучше. Но для этого, собственно говоря, мы здесь и работаем. Пернатое хобби. Поселок Пригорки и Соклинского района становится центром производства диетического мяса. Пока районного масштаба. Здешние фермеры взялись выращивать птицу разных мастей, а встать на крыло бизнесу помогли программы господдержки. О прибыльном щебетании и кулдыканье расскажет Сергей Павлов. Инкубатор для перепелиных яиц у нас предназначен около 2000 яйца закладываем сразу, единовременно. Вот здесь у нас через 16 дней уже выводят цыплята. В своем деле Николай Сидоров – стреляный перепел. За время общения с этими крохами познал все премудрости ухода и содержания. 11 лет разводят в Исоклинском районе птицу, которая несет золотые яйца. Главное – создать для миниатюрных пернатых все условия. Микроклимат, полумрак от стресса и полноценный рацион. Покупаем зерновые, минеральные добавки, витамины. Все это размешиваем в комбикормном заводе, здесь небольшой. И все это добавляется сюда вот. Начинал с домашнего подворья, а сейчас в перепелином царстве уже 5000 голов. Птенцы гнезда Сидорова известны на всю область. Диетическая продукция поступает на оптовые базы, в рестораны и в небольшие магазины. Поставить бизнес на поток помог выигранный 4 года назад грант по программе «Начинающий фермер». На средства гранта были приобретены у нас трактор, который помог механизировать наши работы. Линии позабои перепелов, мини-комбикормы завод. Делали мы корма, поэтому начали делать корма сами. Это вообще дал большой скачок вперед, толчок на развитие и облечил наш труд. И увеличили объемы, новые рабочие места появились. В поселке Пригорки появилась еще одна важная птица. Белоснежная индюшиная семья – гордость Татьяны Шматенко. Это моя мечта. Действительно, она исполнилась быстро, в течение года. Вот год назад буквально здесь не было ничего. Индейка стала птицей дальнего полета благодаря выигранному гранту по той же госпрограмме. Начинающий фермер отстроила с нуля комфортное помещение на 300 голов. Ставка исключительно на натуральные корма, заготавливать которые помогает техника, также куплены на грантовые средства. А спросное диетическое мясо уже выходит за пределы района. У меня разбирает население. У меня как бы в основном берут маленьким деткам грудным. Они знают меня лично. Все-таки село, деревня, меня хорошо все знают. И они доверяют мне. И они берут своим грудным деткам, покупают своим мамам, папам пожилым, кто у кого сахар повышенный и так далее. Индейка им показана. Программа «Начинающий фермер» завершила свое действие. Какой эффект принесла, пример только этих хозяйств доказывает. В регионе действует еще целая линейка инструментов поддержки малого бизнеса на селе. Семейная ферма «Агростартап» и «Агростартап-регион». Последний разработан по поручению губернатора Дмитрия Азарова. Все они нацелены на развитие проектов, создание новых рабочих мест и увеличение производства натуральной продукции. Сергей Павлов, Алексей Гриднев, Новости губернии. Гранты на нерабочие дни, федеральные кредитные программы, антикризисная поддержка гарантийного фонда и налоговые льготы. Все это в помощь бизнесу Самарской области. Как получить и на что можно направить деньги, мы собрали всю информацию в нашем ролике. В Самарской области предприниматели могут получить гранты за нерабочие дни. Эти деньги необходимо направить на сохранение штата. Такая мера доступна малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей, а также социальным некоммерческим организациям из реестров Минэконома России. Размер поддержки – один, минимальный размер оплаты труда на одного сотрудника. Заявление можно подать до 15 декабря. Действует федеральная кредитная программа ФОД 3.0. По ней можно получить безвозмездные гранты и льготные кредиты под 3% годовых. Они призваны частично компенсировать простое из-за особого режима, объявленного в стране по 7 ноября. Программы антикризисной поддержки подготовил Гарантийный фонд Самарской области. Представители малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей, а также самозанятые могут получить льготные микрозаймы под 1% годовых. Также для отдельных категорий предусмотрены снижение налоговой ставки по упрощенке, снижение налога на имущество и налоговые каникулы для новых субъектов малого и среднего предпринимательства. Подробнее можно узнать по телефону горячей линии поддержки предпринимателей на едином портале поддержки бизнеса в Самарской области mybis63.ru и в телеграм-чате мойбизнес63чат. В 2021 году 112 компаний Самарской области приняли участие в нацпроекте «Производительность труда», инициированном президентом России Владимиром Путиным. Напомню, глава региона Дмитрий Азаров поставил задачу до 2024 года внедрить бережливые технологии на 169 предприятиях. Об экономическом эффекте, который уже получают производственники, расскажет Леонид Кошман. В этом Тольяттинском цехе трудится 60 человек, выпускают пикапы на базе популярной модели «Лада Гранта». В линейке производителей больше 10 разновидностей фургончиков – аварийно-спасательные, пожарные, кинологические, хозяйственные. Уже несколько месяцев на предприятии работают тренеры – эксперты регионального центра компетенции в сфере производительности труда. Для оптимизации выбрали пока один участок цех сварки. Предприятие проявило инициативу, вступило в проект. Они подали заявку на сайт производительности.рф.ру, заявку одобрили, и, собственно, после чего мы начали совместный с предприятием проект. Начали с того, что провели обучение по основным инструментам производственной системы – это картирование, основы режима производства, 5С – производственный анализ, быстрые переналовки и стандартизация. Это стало возможным благодаря тому, что в 2021 году Тольяттинская компания стала одним из 112 предприятий Самарской области, которые присоединились к исполнению нацпроекта «Производительность труда», инициированному президентом Владимиром Путиным. В планах вместо 8 машин за смену делать 12. Впереди еще несколько месяцев работы в рамках нацпроекта, но эффект превосходит все ожидания. Количество людей не меняется, но за счет наших улучшений мы будем искать 12, пожалуйста. У нас уже есть план, и мы его постепенно внедряем благодаря центру РЦК. Основная проблема была – это разделение потоков кузова «Гранты» и «Нивы». То есть у нас будут отдельные потоки, за счет чего у нас будет отдельное свободное место по площадям. И сократится время протекания процесса. Глава региона Дмитрий Азаров поставил задачу до 2024 года – вовлечь в нацпроект 169 компаний. Это поможет реализовать региональную стратегию лидерства, разработанную по инициативе губернатора при участии жителей. Леонид Кошман, Новости губернии. В первый день зимы более 13 тысяч учеников школ Самарской области писали итоговые сочинения по русскому языку. Это не только допуск государственной итоговой аттестации, но и дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ. Какие критерии учитываются при оценке и какая литература привлекает современных школьников, выясняла Елизавета Должикова. Анастасия Пестова – круглая отличница и претендентка на золотую медаль. Любимый предмет выпускницы – литература. Больше всего ей нравится русская классика. По мнению Анастасии, в произведениях 19 века поднимаются вопросы и проблемы, которые актуальны и на сегодняшний день. Подготовке к итоговому сочинению ученица уделяла много времени, поэтому уверена в своих силах. Немного волнительно, конечно, потому что это одно из первых таких важных событий в нашей школьной жизни. Но мне кажется, что я готова. У нас замечательная учительница русского языка, поэтому настрой боевой. Итоговое сочинение пишут все одиннадцатиклассники страны. На выбор предоставляется пять тематических направлений. Оценка выставляется в формате «Зачет-незачет». В сочинении должно быть не менее 250 слов, тема должна быть раскрыта, приведены аргументы из литературы и реальной жизни. Мы задолго начали подготовку к этому мероприятию, начиная с пятого класса и даже с начальной школы. Когда ребята выделяли главную мысль в произведении, писали свои размышления на тему главной темы того или иного произведения «Сы» и прочие вещи. В нашей школе в этом году сочинение итоговое пишут 36 выпускников. Успешно написанное сочинение является допуском государственной итоговой аттестации. Кроме того, работу можно предъявить при поступлении в ВУЗ в качестве индивидуального достижения, за которое могут начислить до 10 баллов на ЕГЭ. У тех, кто по уважительным причинам не смог написать сочинение в единый день, будут возможности сделать это 2 февраля и 4 мая. Организация итогового сочинения на территории региона во всей стране предусматривает возможность написать ребенку с ограниченными возможностями здоровья. Например, если есть проблема со зрением, мы используем шрифт Брайля. В том числе, я хочу повторить, что ребята с ограниченными возможностями здоровья сегодня пользовались обязательно инструментами, которые позволяют им написать это сочинение наравне с другими ребятами. Всего в Самарской области итоговое сочинение написали около 13 тысяч человек. 10 участников сделали это на дому, 7 воспользовались помощью ассистентам. Для проведения работы было подготовлено 477 пунктов. Узнать результаты выпускники смогут после 15 декабря. Елизавета Должикова, Константин Макаревич, Новости губернии. Получить или продолжить образование, построить успешную карьеру, найти работу мечты, познакомиться с единомышленниками из других регионов. Все это жители Самарской области могут сделать, приняв участие в проектах президентской платформы «Россия – страна возможностей». Реализовать свои таланты можно прямо сейчас. Уже стартовали новые сезоны масштабных конкурсов. Участие в них, как всегда, бесплатное. Нужно только подать заявку онлайн. Как это сделать, смотрите подробности в нашем сюжете. По всей России началась заявочная кампания на участие в проектах платформы «Россия – страна возможностей». Участвуя в них, можно поступить в престижный вуз, пройти стажировку в одной из ведущих кампаний, найти наставника и даже начать собственное дело. Прокачать лидерские и управленческие компетенции можно в треке развития конкурса «Лидеры России». Для студентов также открыта регистрация на масштабную Олимпиаду «Я – профессионал» и проект по решению кейсов «Профстажировки 2.0». А еще принимаются заявки на акцию для молодых специалистов «Время карьеры». Каждый из этих конкурсов поможет зарекомендовать себя среди работодателей, получить возможность пройти стажировку или найти работу в ведущих кампаниях страны. А от педагогов принимаются заявки на профессиональный конкурс «Флагманы образования». Продолжается регистрация и на хакатоны по искусственному интеллекту. Как вы сами оцениваете этот пройденный путь и что считаете наиболее важным сегодня и в ближайшем? Спасибо большое, Владимир Владимирович. Вы неоднократно говорили о том, что главное богатство нашей страны – это люди. У нас действительно такие талантливые, неравнодушные, целеустремленные. И системная работа, которая по вашей инициативе проходит, по выявлению талантов, по их продвижению, по их развитию, в общем, дает свои плоды. Но вообще на сегодня у нас 26 проектов на нашей платформе, более 8 миллионов человек уже прошли, поучаствовали. Больше 26 тысяч – это победители и призеры. Во время этого проекта около 300 назначений на такие серьезные посты. Среди них два губернатора, шесть заместителей федеральных министров, четыре мэра городов, вице-президенты крупных компаний, генеральные директора, главврачи больницы и другие. По всей стране на базе университетов платформа «Россия – страна возможностей» открывает центры компетенции, в которых любой желающий сможет пройти комплексную оценку навыков и получить рекомендации для профессионального и личностного развития. Участие во всех проектах платформы бесплатное. Подробнее на сайте rsv.ru. Одной из главных наград Самарской области на втором Всероссийском форуме народа России стала премия «Гордость нации 2021» за этнокультурное развитие и укрепление единства народов России. Также регион отметился победой в направлении «Лучшая муниципальная практика», а жительница Тольятти взяла диплом лауреата второй степени на конкурсе видеороликов «Мы». Итоги форума народа России обсудили на заседании общественной палаты Самарской области. Самарская область, конечно же, достигла определенных результатов. Они нас очень радуют. Хотя впереди множество задач в свете форума, в свете тех актуальных задач, которые поставлены на сегодня, в том числе и в миграционной политике, в развитии национальных культур, развитии гражданского общества в новом цифровом пространстве и другие задачи. Дом купца Мыштакова, фабрика кухни, Покровский собор. Депутат Госдумы, координатор партийного проекта «Единой России» исторической памяти Александр Хинштейн проинспектировал ход реставрации объектов культурного наследия Самары. На каком этапе работы узнала Дарья Зотова. Остаются старые двери, то есть сохраняются те элементы, которые ценные, которые можно спасти, которые акцентировать можно. Это все там каталогизировано и остается. Аутентичный интерьер обещают сохранить в доме купца Мыштакова после реставрации. На улице Самарской среди других домов он выделяется, но пока не в хорошем смысле. Здание сильно обветшало, в нем ночевали асоциальные личности и даже устроили там пожар. Возгорание удалось быстро ликвидировать и деревянная постройка уцелева. Сейчас рабочие укрепляют фундамент, в будущем здесь появится музей-галерея. Это действительно прекрасное произведение искусства, этот дом. Реставрация – это всегда компромисс между историей и современностью. То есть, с одной стороны, мы максимально сохраняем подлинник, исторический облик. С другой стороны, мы вынуждены немножко от него отступать, чтобы здание, как говорят, было социализировано для сегодняшней жизни, для современной жизни. Найти средства и определить концепцию реставрации удалось с помощью депутата Госдумы от Самарской области Александра Хинштейна. Он оценил ход работы и на другом объекте культурного наследия. В Покровском кафедральном соборе полностью отреставрировали фасад и двери, усилили фундамент и выполнили золочение кровли колокольни. Все в рамках партийного проекта «Единой России. Историческая память». На протяжении уже ряда лет продолжается реставрация. На следующий год мы также планируем продолжить реставрационные работы внутри. На эти цели, предварительно в федеральном бюджете, мы закладываем порядка 33 миллионов рублей. Это позволит нам закончить все, что касается необходимых внутренних работ. Дальше следующий этап – это реставрация настенных росписей. Реставрируют в Самаре и фабрику-кухню. Здесь должен открыть свои двери региональный филиал Государственной Третьяковской галереи. Реализовать проект во многом смогли также при содействии Александра Хинштейна. Все средства на реновацию выделены из федерального бюджета. Дарья Зотова, Андрей Авдеев, Новости губернии. Больше новостей на нашем сайте сова.инфо и в наших официальных аккаунтах в соцсетях. Мы есть во всех и рассказываем о главных событиях оперативно. Только факты и только проверенные источники. Прямо сейчас прогноз погоды. Ну а сразу после эфир канала «Губернии» продолжит художественный фильм «Невидимый гость». Генеральный спонсор прогноза погоды – ООО «Новая Самара». Удобно людям, удобно и котам. Посмотри на квартиру с двух сторон. Квартиры на две стороны в новом квартале. Жилой микрорайон «Новая Самара». Звони 340 05 05. В четверг в Самарской области ожидается облачная. С прояснениями погода обойдется без существенных осадков. Днем 0,5 градусов, ночью – 2,7. Ветер будет дуть юго-западной со скоростью 6-11 метров в секунду. На дорогах гололедится. На севере и западе в дневное время – минус 1, минус 3. На востоке и юге также 1,3 градуса мороза. Погода в Самаре ожидается облачная и холодная. Днем 0,2 градуса, ночью – 2. Атмосферное давление в пределах нормы 745 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха – 80-85%. Перед тем, как надеть новую маску, помойте руки с мылом или обработайте антисептиком. Наденьте маску так, чтобы верхняя часть плотно закрывала нос, а нижняя – подбородок. Внимание! Медицинская маска должна прилегать к лицу белой поверхностью. По бокам не должно остаться зазоров. Когда носите маску, не трогайте ее руками. Не забывайте менять маску каждые 2 часа. Обработайте руки перед тем, как снять маску. Чтобы снять маску, возьмите ее за лямки. Выверните маску наружной поверхностью внутрь, положите в пакет и выбросите в контейнер для мусора. Снова обработайте руки. Не забывайте стирать тканевую маску каждый день. После стирки проглаживайте маску утюгом. Когда не надеваете маску, носите ее в чистом, защищенном месте. Надевайте только сухую и чистую маску. Не надевайте чужие маски даже после стирки. Субтитры создавал DimaTorzok